В Гомеле прошел заключительный этап республиканской акции МЧС «Не прожигай свою жизнь». Посетители одного из торговых центров ждала насыщенная программа. Гости могли обменять сигареты на конфеты. Акция МЧС «Не прожигай свою жизнь» проходила во всех, даже самых отдаленных уголках нашей страны с важной целью – предупреждение пожаров по причине неосторожного обращения с огнем при курении. Работники МЧС использовали различные формы работы, чтобы достучаться до каждого. Выступления в трудовых коллективах, субъектов хозяйствования, общежитиях, пунктах приемов турсырья, местах размещения автолавок, а также мероприятия в форме интерактивных бесед, интеллектуальных игр и безопасной корреспонденции провели пропагандисты МЧС. Эти акции действительно полезны, хотя бы для того, чтобы люди просто узнавали о том, что бывают такие проблемы, что это может приводить к чрезвычайным последствиям. Белорусское добровольное пожарное общество также принимает участие в проведении профилактической акции «Не прожигай свою жизнь». Совместно с работниками МЧС мы обучали посетителей у Нермага правилам безопасности жизнедеятельности, акцентируя внимание о вреде курения, так как это самая распространенная причина пожара, в ходе которой погибают люди. Автономный пожарный извещатель также не остался без внимания. Участники узнали, как и где его следует установить. Ежегодная акция «Не прожигай свою жизнь» направлена на предотвращение пожаров и смертей, вызванных неосторожным обращением с огнем при курении, а также при пользовании электроприборами и печного отопления. Элементарное несоблюдение правил топки печи из года в год приводит к пожарам и гибели людей. О том, как не пополнить печальную статистику в студии «Де-факто», поговорим с представителем МЧС по Гомельской области Егором Пасканом. Егор Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Какая ситуация с пожарами складывается на сегодняшний день в Гомельской области? На сегодняшний день ситуация с пожарами в Гомельской области остается сложной. Только за ноябрь месяц случилось 82 пожара, на которых погибло 12 человек. Рост пожаров в ноябре текущего года в сравнении с предыдущим на 32% больше. Однако с начала года не допущено увеличение количества пожаров и погибших от их граждан. Пожаров произошло в Гомельской области 818, погибло 68 человек. Снижение гибели на 22% в сравнении с предыдущим годом. Того 20 человек меньше, чем в предыдущем году погибло. Можно ли назвать топ-3 причины возникновения пожаров? И давайте напомним об этих причинах нашим телезрителям. Причин пожаров достаточное количество, однако топ-3 из них являются следующими. Неосторожное обращение с огнем составляет 48%. Нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования более 22%. И нарушение правил эксплуатации печей и теплогенерирующих агрегатов и устройств более 17%. Это топ-3 самые причины, по которым происходят пожары в нашей области. Как выглядит портрет и есть ли он, вот этот типаж, портрет людей, которые чаще всего погибают на пожарах? Давайте об этом расскажем. Да, из года в год мы отмечаем, что портрет погибшего, он неизменен. Это мужчина, реже женщина, старше 40 лет, проживающая в основном в сельской местности, без определенного рода занятий, или пенсионер, злоупотребляющий спиртными напитками и курящий. И именно вот такой портрет погибших людей в основном на пожарах, он составляет более 90%. Какая работа проводится с этими гражданами? Работа проводится профилактическая. Она проводится на постоянной основе в частном секторе, в том числе и в многоквартирных жилых домах. Посещаются также работниками совместно со смотровыми комиссиями. Выявляются условия безопасности жизнедеятельности. Особенно увеличивается объем профилактической работы с наступлением отопительного периода. Это когда люди начинают активно использовать печи. И нашим работникам в соответствии с планами нарезается определенный перечень адресов улиц, домовладений. Спасатели выезжают, проводят профилактическую работу, проверяют состояние готовности печей к отопительному периоду. В случае выявления нарушений дают рекомендации, устанавливают сроки и в установленный срок приходят, чтобы убедиться, исправили ли они те недостатки, которые были выявлены заранее. Также 16 октября по 1 ноября в Гомельской области проходила республиканская акция «За безопасность в месте». Она в этом году была уникальна тем, что каждый гражданин мог позвонить территориальные органы подразделения, сообщить свой адрес. И что человек хочет проверить свое жилье на предмет безопасности. В этом году именно она была этим примечательна. Также работники МЧС совместно с субъектами профилактики выезжали по определенным адресам, проводили профилактическую работу. Каждый в разрезе своей деятельности осуществлял проверку, выдавал рекомендации и в установленные сроки были сделаны срезы и людей проверяли на устранение этих недостатков. Проводились в местах с массовым пребыванием людей профилактические мероприятия. Они были направлены на интерактив. Люди могли подойти, посмотреть. В игровой форме, если это уже пожилые люди, тоже с ними проводили конкурсы, одевали боевую одежду. И вот в такой подаче, которая больше притягивает людей, они получали знания. Кому-то напоминали, кто-то заново чему-то учился, но все-таки эта работа была проведена. Мы говорим о группе риска и нарисовали вот такой вот портрет человека, который чаще всего погибает на пожаре. Как же быть с пожилыми гражданами? Они не всегда курят, не всегда выпивают, но им нужна забота. Да, центрами социально обслуживания населения ведется эффективная деятельность. Также работники МЧС подключены к профилактической работе. В тех адресах, которым нужно оказать помощь, работники МЧС выезжают, проводят осмотр места. В случае надобности предлагают остановить автономный пожарный извещатель, который в свою очередь оповестит человека о пожаре и сохранит ему жизнь. Именно эта работа во взаимодействии с нашими службами, в том числе СЦОН, помогает не допустить подобных пожаров. Если все-таки пожар происходит, работники МЧС в кратчайшее время прибывают к месту и оказывают всю необходимую помощь. Коль, мы заговорили про автономные пожарные извещатели. Сколько жизней они спасли в Гомельской области, допустим, за этот год? С начала 2023 года в Гомельской области, благодаря автономному пожарному извещателю, спасено 17 человек, в том числе трое детей. Буквально на той неделе был подобный случай, когда в Добрусском районе семья многодетная, трое детей, сработал автономный пожарный извещатель. Это было примерно в 4 утра. На ранней стадии оповестил жителей, проживающих в данном домовладении. И грамотные действия взрослых родителей привели к тому, что они эвакуировали, сообщили работникам МЧС. Те приехали, ликвидировали горение, и на ранней стадии пожар был ликвидирован. То есть это не просто так. Нам везде и всюду говорят о том, что в доме обязательно должны быть установлены пожарные извещатели. Вы полностью это поддерживаете? На сегодняшний день существуют требования нормативно-правых актов и новые дома, которые сдаются на квартирные. В техническом регламенте определено, что автономный пожарный извещатель должен находиться в спальном помещении. То есть где человек спит. И вот когда проводится наша профилактическая работа по отработке жилого фонда, это особое внимание мы уделяем именно проверке автономных пожарных извещателей. Есть ли он в наличии, установлен ли он в нужном месте, присутствует ли в нем элемент питания, который должен присутствовать. Потому что автономный пожарный извещатель должен находиться в нужном месте и гражданин, у которого он находится, должен соблюдать его работоспособность. Это обязательное требование. Какой прок от него, если он имеется, но без батарейки? Он же не сработает. И автономный пожарный извещатель устанавливается, как правило, на потолке. Если у людей потолок натяжной, в большинстве своих случаев никто не хочет свой внешний вид испортить. Его можно по инструкции завода-изготовителя установить на стену, но не ближе полуметра к углу. Так как у нас дым наполняет помещение, он четко геометрической фигуры объем не наполнит и сработает в последний момент. Поэтому устанавливается 10-15 см от уровня потолка на стене и желательно, где проходят ветровые потоки. Давайте вернемся к профилактике. Как вы можете оценить эту работу? На самом деле оценить профилактическую работу очень сложно, но без ее мы не сможем увидеть тех результатов, которые происходят сейчас. В динамике, как министерство наше оценивает критерии эффективности, наблюдается снижение количества как пожаров, так и гибель людей от них. И без профилактики, наверное, мы бы не смогли добиваться тех результатов, которые мы имеем на сегодняшний день. То есть пропаганда безопасности жизнедеятельности – это работа в долгую? Да, это работа в долгую, на не одно десятилетие, и Министерство по чрезвычайным ситуациям рассчитывает на то, что эта работа будет в нужном русле, и мы будем наблюдать ежегодно снижение пожаров и гибель от них людей. Мы часто слышим этот термин «неосторожное обращение с огнем». Давайте расскажем все же, что это происходит и как это происходит. Да, это причина, которая происходит из-за личной неосторожности самого человека. Бытует такое мнение, что 90% пожаров происходят по причине беспечности человека. Человек сам виновен в тех ситуациях чрезвычайных, которые происходят. Однако половина пожаров по данной причине происходит из-за курения, как показывает наша статистика. В текущем году произошло в Гомельской области более 180 вот таких случаев, от которых погибло 43 человека. Также происходят пожары из-за неосторожного использования зажигалок и спичек. Цифры статистики говорят нам о том, что таких было 154 факта. Бывали даже такие случаи неосторожного использования огня от газовых плит, на которых в этом году было травмировано 7 человек, из них двое несовершеннолетних детей. Давайте немножко, наверное, поясним. Вот мы говорим о том, что какое-то неправильное обращение с зажигалками, со спичками. Это искра улетает или вот как это происходит? Нужно для себя всегда отмечать, что среда, в которой мы находимся, она может быть горючей. То есть для того, чтобы произошел пожар, необходимо три компонента. Это окислитель, наш кислород, источник зажигания и вещество, материал, который может загореться. И если все эти три компонента в одном моменте соединятся, то у нас произойдет загорание на начальной стадии. И если неправильно среагировать, не сообщить, не потушить это возгорание, то оно может привести к крупной трагедии. То есть ключевое – это неосторожное обращение с огнем. Если вы просто владеете зажигалкой, с спичками ничего не произойдет. Да, нужно понимать, что все эти вещи, они должны использоваться по предназначению. Без какой-либо шалости, без неосторожности. Только по предназначению. Если зажигалкой нужно подпаливать, то мы должны ее подпалить. И стоит отметить, наверное, помнить нашим зрителям, что если у вас есть несовершеннолетние дети, то зажигалки и спички нужно хранить далеки от них. Работники МЧС начинают пропаганду безопасности с детских садов. Они приходят тоже в интерактивной форме. Дети у нас, как правило, неусидчивые, и нам приходится подстраиваться под их. И поэтому у нас показываются и плакаты, и игры с детьми не играют, и показывают мультики. И все это в комплексе. С малых лет детям помогает изучить основы безопасности. Дальше мы переключаемся на учреждения образования, общие средние. Где с младших классов каждый год работники МЧС проводят эффективную работу. В том числе обязательным является отработка эвакуаций, как правило, два раза в год. И чтобы закрепить все эти знания, ежегодно проводится слет юных спасателей пожарных. Это районные этапы, это городские этапы, и областные, и в том числе республиканские. Далее у нас идут студенты, с которыми нужно проводить всю эту работу, чтобы закрепить не только на теории, но и на практике. И, естественно, трудовые коллективы посещают объекты производств, различных сфер. И вот нашему взрослому населению все-таки иногда стоит напомнить о этих элементарных правилах. В том числе мы уделяем особое внимание золотому возрасту нашим пожилым гражданам. И вот эта работа в комплексе, как у нас отмечали корпорации по спасению МЧС, у нас есть все силы и средства для того, чтобы выполнять на должном уровне все задачи по предупреждению пожаров. Игорь Анатольевич, как правильно действовать, если у вас все уже случился пожар? Как гласят наши правила пожарной безопасности, каждый гражданин должен не только знать, но и соблюдать правила пожарной безопасности. Однако, если пожар произошел у вас в жилье, необходимо в первую очередь позвонить по телефону 112, сообщить свой адрес, чтобы работники МЧС направили туда все силы и средства. Максимально диспетчеру рассказать, что у вас горит. Там это может быть телевизор загорелся, либо холодильник, либо еще прочее. И нужно обязательно рассказать, на каком вы этаже находитесь, если это многоквартирный жилой дом. Если вы уже находитесь на каком-либо предприятии, максимально направить силы и средства наши, чтобы они в оперативное время прибыли к месту ликвидации пожара. И если вы находитесь в зоне опасного фактора пожара, это дым, это температура, при возможности необходимо эвакуироваться. Эвакуировать себя, своих ближних и встречать подразделения МЧС. Многие волнуются, что будет утеряно время, то есть они будут разговаривать по телефону с диспетчером. И как долго они будут ждать при этом МЧС? Как только прозвучала ситуация, что у нас пожар и адрес, незамедлительно высылается техника. Если же диспетчер запрашивает любую другую информацию, то фамилия, имя, отчество, ваш мобильный телефон, чтобы на всякий случай с вами связаться. Это не значит о том, что до тех пор, пока телефон вы положите, техника не выйдет. Она уже в пути. И это необходимо для себя уяснить обязательно. То есть бояться не стоит. Самыми частыми сейчас являются пожары из-за того, что начался отопительный сезон. Как же быть при топке печки? Да, есть типичные ошибки, которые допускают граждане. В первую очередь это применение для рожига ликвозпламеняющихся жидкостей. Далее многие осуществляют топку, не закрывая дверь топливника. Это может повредить тем, что где-то выпадет уголек и произойдет загорание. Допускают перекал печей. Это тоже очень опасно. В длительное время топить печь. Обязательно нужно делать паузы по пару часов. Это обязательно в сутки. Размещают горючие вещества и материалы. Складируют на печь вещи, которые со временем, если длительное время будет воздействовать тепло, они могут начать тлеть. И произойдет пожар. И, к сожалению, оставляют печи без присмотра. Затопили печь. Ушли из дома. И происходит даже по таким причинам пожары. Ну и наверняка ее нужно как-то подготовить к отопительному сезону. Да. И каждый год заблаговременно, начиная с осеннего периода, еще перед наступлением холодов, как мы уже повторялись выше, что профилактика, еще раз профилактика. Скажите, какие пожелания, может быть, у вас есть для наших зрителей? Пожелания только одни. Соблюдать правила пожарной безопасности и беречь себя и своих близких. Игорь Анатольевич, благодарю вас за конструктивный разговор. Благодарю вас. На сегодня все. Я Светлана Главко. Благодарю за внимание. Берегите себя и своих близких.